Всем привет, сегодня пятница, 29 марта, мы продолжаем свою хронологию жизни, или как-то могу правильно сказать, вот, получается, сегодня заканчивается третья неделя наше пребывание, да, уже три недели, три недели пребывания. Что? Переезжаем в воскресенье, в воскресенье мы съезжаем уже с этого жилья, а я так еще не попала в санаторий у Искру, просто получается, что она мне по пути, а надо еще почти два километра в другую сторону, из-за этого, получается, накладки. У нас закончилось время на телефоне у меня на синтекарте, чуть-чуть допишу еще, мы никак не попадем в санаторий, я хотела в Искру попасть еще, ну, узнать, чтобы если была возможность продлить, потому что сбор наш не то, что идет медленно, он вообще не идет, денег в принципе, вот, поэтому все как бы очень сложно, потратить все за раз. И потом, чтобы не было возможности приехать, вернуться сюда, потому что, в принципе, курсы надо продолжать, это тоже все очень сложно, надо рассчитывать, ну, как бы уже объясняли, что сейчас, Ярма, поисказала, переедем в воскресенье. Наше заболевание не такое, что вот выплатил, 3 миллиона закинул, а отзанимался, на этом забыл. Здесь нужно постоянно, чтобы дальше, 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 дальше не терять наработанные навыки и, ну, то есть как бы совершенствоваться и заниматься дальше, улучшать слои, следующие этапы жизни. Поэтому не знаю, как у нас получится сейчас, надо придется уезжать в конце апреля, или все-таки получится остаться нам еще немножко, хотя бы на полмесяца в мае, потому что здесь такая дилемма, если, конечно, оплачивать жилье, тогда уже все сложно будет с тренером заниматься. Просто она просто невозможна, тогда смысл здесь же оставаться. Вот, поэтому все-таки, если получилось бы, конечно, в санаторий, но в санаторий-то надо идти, договариваться, узнавать по местам, а просто чисто по времени вообще не остается. То есть тогда, когда надо там, у меня все занято. А когда уже свободна я, уже никого нет там. Ну, в общем, вот такая вот петрушка получается. Ладно, мы бежим на тренировку. Вроде погода классная, но ветер холодный, поэтому Яська все-таки переоделся сейчас. Погорячились, разделись, по дороге сейчас его одевала. Подключимся, наверное, уже на тренировки. Говоря, мы ничего не снимаем, ничего не делаем. Пашем пока, я не знаю, как-то, ну, пусть погода так, то теплая, то холодная, кажется. Если честно, научена горьким опытом прошлых наших реабилитаций, где потом половину ты каждый день снимаешь, а за то, что ты ставить не успеваешь вообще ничего, и у тебя получается, что больше половины потом просто оно исчезает в никуда. Ты об этом даже потом вспомнить, не то, что вспомнить, даже если ты можешь, но у тебя нет времени это все поставить, все это... У нас так вот скрупская оказалась, осталась, у нас даже остались занятия с психологом у Ярослава. Калужские, поход в зоопарк, дельфинарий. То есть очень-очень много чего, что ты просто потом не успеваешь ставить. Потому что то интернет хандрит, то машины ездят. А мы на тренировку. Все, я свободная женщина. Почти на час. Ну, мы с вами последний день, в принципе, потому что завтра, в субботу, мы с полуодинства. У нас сейчас ЛФК и дефектолог, потом мы идем к тренеру. Ну и, в принципе, в понескоснение мы уже переезжаем отсюда, поэтому у нас уже не получится. То есть в понедельник они все равно будут присутствовать уже на занятиях опять, какие будут, если что, будут. Вот, поэтому сегодня последний раз, думаю, надо то, что все равно немножко разобрать, чтобы было хоть вечером, посвободнее время, с ним побольше позаниматься что-то, а не заворачиваться на вот это мытье посуды, мытье полов. Потому что все равно, я не знаю, вроде бы, куда он шастает, где он по квартире, я вроде каждый день полы там моют. И все равно где-то уходит пыль. В остальном колготке у нас все в пыли, все грязные. Пока, поцеловал. Все, Яра вернулся в занятия опять здесь, командир полка. Я сейчас вешаю, мы здесь настирали. Давай, быстрее, потому что, что нет? Он, главное, что мне запретил, я уходила. Ты ничего не вешай. Ну, давай мне вещи, будем вешать быстрее. Яра, времени нет, мы должны еще уйти ходить. Сейчас, наверное, сейчас такие пошли дни. Хорошо, сейчас так объясни немножко, сейчас такие дни пошли рабочие. Давай. Яра, давай, время. Сейчас пошли такие рабочие дни, что сейчас, получается, он тренируется эти дни вот сам. И я ухожу на ЛФК. Но завтра у нас суббота, последний день, в принципе, курс у нас заканчивается. Но мы продлеваем еще, и мы будем дальше заниматься еще на неделе, две, три. Ну, не знаю, сколько меня хватит. Вот. Ну, почему свет постоянно засвечивается. Короче говоря, а так, в принципе, трехнедельный наш курс уже заканчивается. Завтра последний день. В воскресенье мы переезжаем, кто знает, не знает. Переезжаем в другую часть, Евпатория. Будем там ходить на тренировки, приходить сюда заниматься. И уже здесь я буду не рядом. И мне придется, в принципе, все равно, хочешь не хочешь, сидеть уже здесь около Ярика. Находиться на занятиях. Вот. Мы, конечно, попробуем. Но, говорит, сегодня он немножко тоже все равно там возмущался вроде бы, опять-таки. Опять он что-то там делал, не делал. Ну, в общем, делали, а не занимались. Давай следующий, Яр, быстрей. Яр, быстрей. Вот. И получается, поэтому, честно говоря, дефектолога я вообще практически не захожу. Просто мне она говорит, его сейчас косяки, какие у нас выходят. Это, может быть, в конце курса я уже сяду, расскажу вообще, какие у него косяки. Что у него. Мы сейчас обнаружили, что у него получается. Что он тянет, что он не тянет. Вот. Ну, это уже, пускай немножко еще пройдет время. Потому что только-только они, в принципе, вошли в ритм. И определяют вообще, что и чего, и как делать. И. Ну, логопеда, вы знаете. У логопеда мы, в принципе, продолжаем все то же самое. Никак я не найду свет. Логопеда мы все то же самое продолжаем. Мы пока тянем усиленно. Потому что разговаривать я могу с ним и дома. В общем. Разговаривать я могу с ним и дома, да. А вот вытянуть язык настолько, в принципе, профессионально, конечно, у меня это не получается. Поэтому она с ним там занимается. Занимается пока в таком же режиме, что вот 45 минут, когда 30 минут. Они на зависимости. Вчера он что-то немножко раз... Не знаю почему, по-моему, устал, разревелся. И сегодня она тоже не стала уже ничего делать. Ну, как бы с ним не перешла на занятия, постановку слов. А в основном она делала массаж, тянула язык, тянет и моет, щеки разрабатывает. Вот. Все вот в этом уровне, да, остается. Ну, и наши тренировки. Тренировки пока тоже не снимают. Там немножко другие тренировки уже пошли. Молодец, пошли кушать. Сейчас тренировки тоже чуть-чуть они видоизменились. Новые у нас появились упражнения, новые занятия, новые требования от тренера. Которые, в принципе, нам сейчас приходится это все яро исполнять. Это все очень сложно, тяжело. Пока я натренировываюсь, я там тоже участвую, помогаю. Потому что это не все так просто. Неужели мы здесь загрузили один свой ролик? Пытаюсь сейчас его тоже посмотреть. Под 2-3 дня. Вот вчера, по-моему, я не помню, вчера я забыла... По-моему, это за вчерашний день так я его и не загрузила. Тяжело, очень все сложно. Немножко с интернетом. Я не думаю, что в той части города будет легче. Даже не надеюсь. То есть, в принципе, мы там также по полдня больше, по-моему, загружали ролики. Поэтому, не знаю, посмотрим, как будет дальше. Ну, пока вот так вот. А мы сейчас ужинаем. Сейчас какое-то... сколько? Пол седьмого? Сейчас надо... Не с полчаса, но как пришли, я просто стирала, что мы повесили. Я днем немножко пришла, когда днем немножко наготовила, так тыкву сделала с пшеном, по-моему, да, рис. Вот сейчас, Ярик, у нас курочка была у него. И картошку на вечер. Потому что курин мясной у него еще остается. Вот, поэтому сейчас мы пьем кофе, кушаем, ужинаем и бежим. Немножко походить надо с татарами. Татар, быстрее всего, сейчас я ему одену на руки. И мы походим. Надо, чтобы он походил. О, я вот так переставлю. Поэтому посмотрим, может, я это все-таки поснимаю и вам поставлю тоже сегодня нашу ходьбу. Потому что там у тренера уходит в ходунками. Но ходунков пока свободных нет. Свои мы не брали у нас. Но они у нас, честно говоря, очень громоздкие. Я даже не представляю, честно говоря, как их переправлять. Даже если сюда. Мне кажется, это не для только компании. Ну, это транспортно. Это сколько выйдет по сумме. Честно говоря, 5-6 тысяч лишних. Сейчас у нас нету витапа, чтобы их сейчас сюда отправить. Поэтому пока буду ходить с ним. Сама, за руки. Там дальше по самому будет видно. И у тренера он ходит. У тренера он тоже дома ходит с ходунками. Вот, в подъемах отрабатывают. Чтобы он стоять, держаться. То есть, как бы, ну, пока что вот он удерживался. Все остальное, ну, яра там уже химична. Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»! Потому что у Яры сейчас немножко другой вот уровень Вот этих тренировок Надо другие у нас планы Я уже говорила об этом И когда мы дальше посмотрим, как Яра будет Это все возьмет, я думаю, я потом вам попозже Объясню или сниму, покажу Яра тут умукается Дорвался сегодня до телефона От рассылки всем рассылает Опять с фотографиями Три недели отдыхал Он без этого телефона и сейчас опять понеслось Сейчас буду лекарства ему делить Потому что мы по полторы таблетки Пока я так и даю, я не уменьшаю дозу Потому что, мало ли, мы здесь, я не хочу Сейчас я Не хочу я сбрасывать Пока это все Я все время думаю, почему у него лицо красное Он же массаж лица Я все время потом у него красный Почему ему приходится с тренировок У него такая голова красная-красная Меня так это немножко смущает Думаю, то ли он жарко То ли я каждый раз начинаю температуру мерить А к вечеру он потом такой бледный становится После прогулки Сейчас только до меня дошло Мы же, у нас же Тоня Как раз 45 минут практически делает массаж Мои лица Я молчу и он молчит Лица и языка И поэтому он приходит И у него лицо как бы, да, получается Как горит, да, в этом А вчера он устроил истерику И сегодня она не стала с ним заниматься За столом Ставить звуки А уже, ладно, как раз он вчера истерил Мало ли То есть оставились на том, чтобы Будет просто пока массаж Ну, за понедельник Опять так же у нас все остается Полтора часа 45 минут дефектолога 45 минут И, кстати, Яра оказался тормоз Знаете в чем? Он тормоз в отличие Где-то надо отличие находить Он их там не хочет находить Не может, не знаю Ай-яй-яй Пошлись Субтитры сделал DimaTorzok